Народный контроль Народный контроль Народный контроль Но факт остается фактом Финансовая грамотность населения К сожалению остается Обязательством лишь самого населения То есть повышение уровня финансовой грамотности населения Это дело рук самого населения Как поговорки Спасение утопащих, дело рук самих утопащих Чисто юридически я хотел бы все-таки Давайте мы начнем с определения Мошенничества Что же, какие действия Подпадают под данное Определение С правовой точки зрения. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, статья 159 предусматривает вид мошенничества, то есть незаконное хищение денежных средств путем обмана, злоупотребления доверием у населения, у наших граждан. Вот. Данная статья сейчас в настоящее время имеет очень широкий, так скажем, аспект поля деятельности для преступных элементов, которые в последнее время очень изощренно пользуются различными видами мошенничества, обманывая наше население, изымают у них таким образом денежные средства. Ну, время, когда преступник и жертва, они встречались, скажем так, глаз к глазу, лицом к лицу, они уже давно прошли, да? То есть можно дистанционно абсолютно сидеть и накалывать население, да? Да, да. Дистанционные виды сейчас преобладают дистанционные виды мошенничества, да, которые используются с использованием различных технологий, да, новых, которые, компьютерных технологий, скажем так, использованием мобильных средств связи. И такие виды мошенничества, конечно, они, это довольно-таки новый, все-таки, да, способ совершения преступления. Вроде статья одна, а способов-то много. Поэтому в этой связи получается, что раскрывать, конечно, такие виды преступлений, именно вот мошенничества, маленькое в настоящее время, еще остается сложным. Но все-таки мы эту работу проводим, проводим, пытаемся, есть определенные положительные моменты, но, конечно, перестраиваться приходится нам в нынешнем времени, с учетом вот этих всех технологий, так скажем, проводим работу определенную. Но, конечно, наше население, оно в первую очередь должно само себя оберегать, оберегать от этих вот мошенничеств, которые к ним разного рода пытаются преступники войти в доверие, да, как я уже выше сказал, различными способами дистанционного вот этого влияния на граждан. И не вестись на поводу у них. Короче, можно перефразируя, не будьте, скажем так, потенциальным потерпевшим. Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно, потому что, ну, как показывают... Давайте мы покажем вот этот удивительный документ, да, на самом деле, я попрошу операторов максимально увеличить. Вот этот вот документ, который начальник полиции города Якутска предоставил наше распоряжение до эфира, вообще наглядно иллюстрирует. Это каким же, скажем, не то чтобы финансово неграмотным, да, а каким просто недалеким человеком можно быть, чтобы осуществлять какую-то предоплату или оплату по вот такого рода, назовем это документом, да? Ну да. Да. Да, тут и, я не знаю, тут от орфографических начинает, заканчивая там просто чисто шрифтовых ошибок. Давайте я еще раз покажу. Вот так вот выглядит вот этот чудо-документ. Просто вот, видите, город Якутия там и так далее. Кстати, апеллируя, да, перед эфиром я общался с источником УФСИН, региональным УФСИН, да, который говорит, что, да, были случаи, то, что местные, скажем так, местных исправительных учреждениях заключенные прибегали к различного рода махинациям, да, но эта цифра у них, их чести, цифра динамика в сторону понижения. То есть если в прошлом году было порядка 32 подобного рода нарушений, то в этом году зафиксировано всего 25. Ну, наверное, есть даже повод. Ну, и, как показывает видео, вот мы сегодня тоже буквально перед эфиром обнаружили видео на Ньюисе КТД, где одному из владельцев гостиницы звонят и просят предоплату за фрукты к приезду делегации, да, и причем звонят-то с номеров совершенно иных регионов. Да, такие моменты, они присутствуют, конечно. Ну, что касаемо, вот, о том, что вы говорите о информации УФСИН, да, ну, действительно, мы совместно с УФСИН проводим определенную работу, взаимодействуем очень так достаточно здесь, на нашем уровне, имеется в виду региональном, в плане нашей республики, с нашими исправительными учреждениями. Работа идет, и определенные положительные моменты имеются. Мы совместно выявляли и в прошлом году, и нынче выявляли, естественно, тех лиц, которые, сидя в местах не столь отдаленных, так скажем, посредством, опять же таки, использования сотовой связи, дурили наше население. Способы мошенничества тоже были абсолютно разные, вплоть до приобретения, там, стройматериалов, там, сотовых телефонов, ну, все, что угодно, все, что угодно. Ну, при этом они зачастую использовали своих посредников, которые находятся, их незнакомые здесь, будем говорить, на воле, подключая их в качестве так называемых бегунков. Связываются, договариваются, приходят от них люди, забирают, получают, ну, и все, показывают там мнимые скриншоты, что оплата прошла, да, и так далее. Квитанции там на своих сотовых телефонах забирают предмет преступного посягательства и исчезают. Ну, это обычно вот когда объявление, типа, продаем сотовый телефон, бэушный там и так далее. Да, 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 абсолютно правильно. Да, кстати, я имел честь однажды подать объявление подобного плана, и второй же звонок, по-моему, был из мест не столь отдаленных, и я так понял. Девушка, которая стоит и вполне, в принципе, может там, ну, ассоциируется там с модой там и так далее. Но это товарища первополномоченный, получается так, да? Сотрудник нашего управления. Да, сотрудник управления. Алена, а вообще, какова мода в области мошенничества, назовем модой, да? Каковы наиболее популярные виды, вот те, которые распространились в последнее время? Пусть это от вас прозвучит. Ну, в последнее время у нас стало распространенным предоставление косметологических услуг. Это вот за последние две недели. Также получение кредита. Так, косметологических услуг, это что? Это пирсинг, там что-то, татуи и так далее, и так далее. Ну, женщины... Подтяжка, да. Ну, различного рода процедуры, и женщины ведутся. Конечно, конечно. Все хотят быть красивой. Женщины ведутся, да, отправляют деньги, услуга, соответственно, им не оказана. Ну, и лицо отключает телефон, пропадает. Потом другой способ. Помощь в оформлении кредита, получении кредита. Ну, также... Плохая история ведутся. Да, даже с плохой кредитной историей. Ну, как правило, люди уже от безысходности обращаются к таким лицам. При этом находят деньги и отправляют на различные абонентские номера, карты. Ну, и, соответственно, они не получают никакого кредита. Зачастую у нас люди бывает такое, что выходит, если у него не очень хорошая кредитная история, а ему необходим кредит, ну, и кредиты бывают не очень большие суммы для какого-то погашения, там, да, им что-то, срочной оплаты какого-то там, какой-то услуги. И, естественно, преступники на той стороне, которые якобы предоставляют данную услугу, начинают у них потихонечку выуживать деньги. Отправьте, значит, страховку столько-то, отправьте столько-то для того, чтобы получить. Ну, и зачастую бывает так, что вот эта сумма, которую люди отправляют, она даже может превышать этот кредит, который они хотят получить. Ну, просто люди как-то недопонимают этих вещей, что ли-то, что их начинают потихоньку-потихоньку разводить. А они все равно продолжают отправлять денежные средства. Хотя уже кредит был не нужен, наверное, да? Можно было оплатить, если что-то они хотели оплатить. А они деньги переводят этим мошенникам. Душа человеческой вообще потемки. Я еще раз говорю, не только вот. А в части, ну, это хорошо очень, кстати, что есть Сбербанк онлайн, что есть другие мобильные приложения, по которым можно осуществлять различного рода транзакции. Но, как представители банковской сферы, да, почему такая слабая степень защиты? То есть достаточно, допустим, вот эта комбинация этих 16 цифр, плюс 3 цифры наоборотной стороне, и все. И вы можете лишиться ваших, скажем так, сгрежений. Ну, добрый вечер. Сейчас вы в данный момент говорите об оплате, видимо, в сети в интернет. Здесь совет от нас такой, что покупки желательно совершать на сайтах, которые верифицированы платежными системами Visa или MasterCard. А как распознать? Ну, обычно у них там в разных частях на сайте есть иконка, там, verified by Visa или MasterCard. Ну, и это всем известные сайты, наверняка там многие пользовались, там, Amazon.ru, как бы огромные индустрии, которые достаточно популярны, и они защищены. Что касается Сбербанк онлайн, сегодня это единственное банковское приложение, в которое встроен антивирус. И клиенты Сбербанка, скачав это приложение, получают антивирусы, получают не только защиту банковского приложения, но и защиту от любых других вирусов, которые могут быть... Всего смартфона. Да, ну, актуально для платформы Android. Вот, ну, как бы у iOS немного другая степень защиты, там антивирус не требуется. Поэтому здесь мы рекомендуем быть бдительными и не допускать компрометации одноразовых паролей, если вы ими пользуетесь для входа в личный кабинет, не сообщать никакие кодовые слова и CVV-код, который написан на обратной стороне карты. И, ну, соблюдая простые правила, такие, высокая вероятность, что вы не станете жертвой мошенников, которым наверняка легче там переключиться на более доверчивую жертву и оставить вас в покое. Николай Владимирович, есть... Ну, я, к примеру, знаю, да, что совершая любые, скажем так, действия в интернете с использованием банковской карты, я оставляю в любом случае следы, да. И эту, скажем так, субинформацию, эти следы может умелый человек при умелом обращении просто собрать, и не только у меня, у тысяч, чем, кстати, прославились вот эти. Элементарные правила, скажем так, безопасного использования банковских карт в интернете. Вот давайте сузим немножко, и там... Что-то подчищать может, истории какие-то, кэш подчищать? Ну, нет, здесь то, о чем я уже сказал, это пользоваться... Верифицированными. Сайтами можно завести дополнительную карту, отдельную для покупок в интернете. То есть зарплату там получаем на одну карту, совершаем покупки совершенно с другой карты, переводим только ту сумму, на которую планируем покупку. И, ну, как бы понятно, что лучше эти сайты и прочие платформы сохранить у себя в истории, для того, чтобы не было никакого подлога, там, фишинговые сайты различные, популярные, которые полностью копируют, скажем, главную страницу, да, интерфейс сайта, и неопытный либо пользователь, который нечасто совершает покупки, легко спутать, и он может ввести те же самые данные на этом сайте. Но в таком случае он будет защищен тем, что на его, скажем так, специальной карте будет сумма только необходимая для покупки, и уже другие средства будут недоступны для хищения. А что делать, если все-таки данные моей карты, они попали в руки злоумышленников? Блокировать, это понятно. Понятно, что блокировать. Здесь, помимо того, что мы призываем здесь все присутствующие клиентов быть бдительными, в Сбербанке есть еще система фрод-мониторинга, которая мониторит, скажем так, подозрительные операции. Для примера, там, если вы, как вы говорите, там, например, пенсионер, и в вашем поведении никогда не было очень частых запросов баланса или покупок в интернете на определенных сайтах, или резкие неожиданные переводы в другие регионы, в данном случае вот с помощью системы фрод-мониторинга служба безопасности вашей карты будет блокирована, операции по ней приостановлены, после этого вам потребуется связаться с колл-центром и, как бы, подтвердить себя и разблокировать. Знаете, как это нервирует? Ну, на самом деле, это, наверное, на пользу дела. Пусть это будет, скажем так, не всегда оправдано, но полезно однозначно. Следующий наш спикер, в принципе, я знаю, что Мегафон проводит очень большую работу как раз по повышению уровня грамотности населения в области мобильной безопасности. Давайте, вот, ваше видение проблемы и что вы предлагаете, скажем так, для... Ну, кроме того, давайте участвовать в наших круглых столах и так далее. Конкретный, Александр Владимирович. Ну, что предлагает Мегафон? Тут надо отдавать себе отчет, что Мегафон в данной ситуации выступает, скорее, инструментом мошенничества, да? То есть, точно так же, как вы показывали, Дмитрий, вот этот договор замечательный, который был подписан ручкой, да? Ну, нельзя же ручку обвинять в том, что она стала виновником в совершении мошеннических действий, да? На самом деле, нужно понимать, что оператор связи дает инструмент. Инструмент доступа к банковскому счету, да? То есть, технологию беспроводного доступа. Инструмент связи с другим человеком. И в данной ситуации мы, с одной стороны, вроде бы не должны вообще никак участвовать в таких вот ситуациях, когда, ну, действительно, людей обманывают. С другой стороны, мы понимаем, что с использованием наших услуг все больше и больше, как уже подчеркнули коллеги из органов внутренних дел, происходит мошеннических действий. Что делаем мы? Ну, во-первых, у нас точно так же работает очень серьезная система фильтрации, мониторинга тех самых пресловутых СМС-сообщений, которые зачастую являются предпосылкой к совершению мошеннических действий. Так вот, чтобы было понимание о масштабах, Мегафон в год фильтрует и не доставляет абонентам больше миллиарда СМС-сообщений, которые попадают так или иначе под наши критерии фрода и, соответственно, мошенничества. Соответственно, мы предоставляем абонентам достаточно большой спектр информации. Мы на собственном сайте, так же, как коллеги из банковской сферы, постоянно указываем те действия, которые могут быть для абонента показателем мошенничества. Мы, соответственно, предлагаем сервисы, ну, скажем так, противодействия мошенничеству, даже в том случае, если уже человек столкнулся с такой ситуацией. То есть мы предоставляем бесплатные номера, куда можно отправить просто, ну, то же самое мошенническое СМС-сообщение, допустим, абсолютно бесплатный номер. Мы, кстати, постарались его сделать интуитивно понятным. Так выглядит 1-9-1-1, да, то есть номер такой спасения от обмана. И предлагаем людям именно повышать свою грамотность. Наверное, вот это самая правильная вещь, просто следить за тем, какие операции и как выполняет человек. Мы постоянно рассказываем о том, что если вы постоянно пользуетесь теми или иными, ну, допустим, интернет-магазинами, да, сайтами покупок, ну, установите вы в себе в смартфон приложение. Это уже просто правило личной гигиены при совершении этих покупок. Потому что, ну, банально, то же самое приложение, оно уже, если его изготовил непосредственно, ну, интернет-магазин, либо продавец, оно уже гораздо более защищено, оно не оставляет на ваших устройствах никаких куки, никаких, ну, остаточных файлов, да. Соответственно, это уже повышает уровень защищенности. И таких вот маркеров, их достаточно много. Ну, на самом деле, большая часть работы, которую мы проводим, это то же самое информирование. Информирование, информирование, еще раз информирование. Ну, и зачастую, конечно, вместе с банками приходится нам участвовать в разборе ситуации, ну, скажем так, постфактум, то есть в поиске. Ну, я просто отмечу, что ни представителям банковской сферы, да, ни представителям телекома, да, не с руки абсолютно сидеть и потом разгребать кучу вот этих вот обращений. То есть они заинтересованы сами. Вы являетесь операторами, которые заинтересованы в повышении качества услуг, повышении безопасности, повышении, не, понижении числа тех, которые подверглись мошеннической атаке при помощи ваших технологий, ваших каналов связи, ваших услуг. Это я абсолютно точно понимаю и осознаю. И все-таки буквально минута остается у нас до рекламы. Во втором блоке мы поговорим о тех мерах, которые бы, вернее, рассмотрим конкретные примеры, возможно, с помощью представителей правоохранительных органов, когда людей пытались вести заблуждение, пытались обманным путем похитить их деньги. Но все-таки проблема остается комплексной. Есть комплекс услуг. Услуги связи, банковские услуги, которые очень задегетизованы, как любит говорить руководство Сбербанка. И тех людей, которые... Я просто говорю, преступники, они же тоже не семи пядей во лбу. То есть не боги горшки обжигают и так далее, и так далее. Наша полиция, я уверен, абсолютно в силах противопоставить намерениям злоумышленников свою квалифицированную работу. После рекламы увидимся. И прежде чем перейти во второй части к нашему, скажем так, хит-параду, рейтингу, продолжения 400 способов относительно честного изъема, изъятия, изъема денег у населения, я бы к Александру Костерину. Преступники научились подменять номера. То есть вроде приходит номер 8800, там и дальше сложная комбинация. И начинается разводила. Прокомментируйте? Ну, смотрите, да, сейчас... 8800, то есть мы же абсолютно привыкли уже в своем сознании, что если мы звоним на вот этот канал 8800, то это абсолютно белый звонок и так далее. Вопрос понятен. Да, смотрите, сейчас в принципе, ну можно сказать, что общедоступным становится телекоммуникационное оборудование, которое действительно может подменять вот ту самую маску номера, которая передается дальше по сетям связи и отображается на экране телефона. Ведь когда вы видите номер, который отображается у вас на экране, это не мы определили этот номер, да, это станция другого оператора передала нам определенный параметр, да, и мы этот параметр транслировали вам на телефон, условно так, если упрощенно говорить. То есть рафик чистой воды не внук. Вот, и в принципе, вы же обращали внимание, на самом деле и абсолютно взрослые, серьезные компании тоже иногда используют такие вещи, ну допустим, обрезают номер для того, чтобы когда вам звонит, допустим, консультант из контактного центра какой-нибудь компании, допустим, предложить вам абсолютно легальную коммерческую услугу, просто для того, чтобы вы не могли перезвонить на этот номер, ну и, соответственно, не забивали контакт-центр лишними обращениями. Ну, это профессиональное оборудование контакт-центров, но такое же оборудование, на самом деле, более простое, но с тем же функционалом оно сейчас действительно доступно, ну, практически любому обывателю, который готов расстаться там с суммой, там, с пятью-тире шестью нулями, да, после единички. Вот, ну и, собственно, да, это возможно, и тут что рекомендуется, ну, наверное, тоже абсолютно такие простые правила. Ну, во-первых, халявы не бывает, да, то есть надо просто это запомнить. Если вам предлагают что-то, что вот в соседней двери стоит 100 рублей за 2 рубля, ну, надо, наверное, задуматься о том, вот с чего вдруг такой бонус судьба мне преподнести решила. Это раз. Два. Если обращаются от имени известной компании, то если уж вас это предложение очень заинтересовало, вам обязательно оставят контактные данные. То есть ни одна компания не ставит себе целью совершить мгновенную продажу, и если человеку нужно время на раздумье, то не предоставить ему этого времени для перепроверки информации. Все это тоже коллеги из правоохранительных органов подтвердят. Одна из первых целей мошенников – как можно быстрее втянуть человека в процесс и не давать ему из него выйти до того момента, как он не расстанется с деньгами. Вот ни одна серьезная компания никогда этого не сделает. Поэтому проверьте. Если вас заинтересовала информация, которую вам предлагают, запишите ее, повесьте трубку, проверьте, что вам дали корректные контактные данные именно той компании, от имени которой вам звонили, найдите в интернете номер контактного центра этой компании, перезвоните в него и спросите, а действительно ли проводится такая акция, действительно ли разыгрывается вот этот автомобиль, вот эта квартира, и действительно ли вы, как человек, к которому обращается компания, вот попадаете под критерии этой акции. Вот самые простые вещи. Хорошо, спасибо, Александр. Годик назад много было информации про неких молодых людей, которые ходили по квартирам, представляли сотрудниками фонда развития пенсионных услуг или чего-то типа такого, и спрашивали номер паспорта, и номер снился. Было такое. То есть вот эти данные, они являются ли, могут ли, допустим, заполучив вот эти данные, люди от моего имени оформить кредит там и так далее, и так далее. Вы не помните такое? Очень много обращений граждан. Использование персональных данных в виде паспортных данных, да, граждан чужих, это тоже используется мошенниками. То есть не только, скажем, данные банковской карты, паспортные данные? Паспортные данные, ксерокопии, да, вот, которые где-то, ну, получают, достают различными способами, путем, средством WhatsApp, где-то перекидки вот эти вот все, да, люди бывают отправляют, переправляют, и через какое-то третье лицо они попадают к этим людям, которые решили использовать эти данные в качестве предмета для проведения мошеннических действий. Да, а потом оказывается, что в Восточном экспресс-банке или где-нибудь там Азиатско-Тихоокеанском на меня оформили кредит, про который я не знаю. Да, такое тоже, такое тоже, случаи такие бывают, бывают, но я не скажу так, что они так очень распространены, но все-таки они имеют место быть. А в вашем личном рейтинге, да, вот, что бы вы поставили номером один, вообще, вот, вершина, высший пилотаж? Ну, если брать через интернет, естественно, продажа, приобретение товаров, товаров, которые люди, вот, уже о чем было, коллега сказал, да, много вот проверяют, проверять надо все-таки эти компании, которые реализуют те или иные товары, действительно ли они реализуют, потому что у нас в сети интернет очень много различных сайтов, которые являются мошенническими, мошенническими. И люди используют сразу же, опять же, таки слово прозвучало до этого, и я тоже хочу все-таки его озвучить, это слово халява для наших людей, чем дешевле товар, картинка красивая, да, характеристики вроде бы замечательные, а цена вопроса стоит в разы ниже, вот, на этих сайтах, которые распространяются. Ну, и наше население, оно зачастую клюет на эти уловки, сразу же перечисляя денежные средства, естественно, остается без ничего, без денег, без товара, да. Вот, поэтому, и все-таки я предлагаю в этой связи гражданам-то больше пользоваться, стараться пользоваться все-таки наложенными платежами. Это тоже один из таких видов, что уже при получении товара, да, при вскрытии его на почте, можно будет убедиться, что товар действительно тот соответствует и поступил. А если граждане у нас направляют сразу же, незамедлительно оплачивают перевод денежных средств, и оказываются потерпевшими у нас, так скажем, на вот эти неблагонадежные сайты, которые тут же закрываются, исчезают, дозвониться на них невозможно, переписки там длительно, ну, какое-то определенное время с ними идут. Люди предоставляют при обращении к нам уже впоследствии, когда поняли, что их обманули, обращаются к нам, предоставляют различного рода переписки с теми представителями этих сайтов. Там целые несколько листов там прикладывают, да, все это распечатывают. Ну, потом все-таки где-то бывает даже сказать, извините, до свидания, мы вас обманули. Физи-то ладно, да, но история, помните, была про предпринимателя, который оплатил большую партию то ли сахара, то ли продуктов питания, получил песок. Вагон песка получил. Ну, то есть, я к чему, то, что от обмана не застрахован никто, да, и просто то, что физических лиц, скажем так, ну, в разы же больше, чем юридические предприниматели и так далее, и так далее, поэтому по статистике они выглядят куда более. Вот Алена, наверное, все-таки хочет сказать, а еще бывает так. Нет, я хотела бы добавить, вот именно покупка, продажа товара. Вот, как сказали в сети интернет, прочитайте изначально отзывы, наберите в интернете, именно вот в строку поиска, название сайта, фирмы, которые осуществляют продажу товара. Ну, соответственно, как правило, очень часто бывают отзывы, что это мошенники или нет. Если отзывов нет, то тоже, конечно, присмотритесь, даже если никакого вообще отзыва нет. Также, ну, для более таких активных пользователей интернета можно посоветовать проверять, когда был создан сайт, вот именно того магазина, который желает приобрести товар. То есть, если больше года работает, ну, уже какие-то гарантии есть, что он все-таки отправляет товар. Помимо этого, как правило, мошенники, они выделяют на сайте жирным шрифтом, либо, ну, отдельным каким-то цветом выделяют, чтобы платеж осуществили через Сбербанк, ну, чтобы побыстрее получить деньги. Ну, и также предлагают различные другие варианты, вот наложенный платеж, но это уже все так мелко, сквозь, и человек, как правило, почти, ну, как бы у большинства населения все равно есть у близких карты Сбербанка. Соответственно, они стараются побыстрее получить товар по низкой цене и отправить деньги. Да это удобно просто, вот, оплату через мобильное приложение. Это, согласитесь, удобно. Просто взял, перевел. Нет, понятно, удобно, но этим все пользуются мошенники. То, что у человека, вот, ну, низкая цена тоже, как говорится, присмотритесь, вот, сравните. Может быть, действительно стоит оплатить транспортные услуги, ну, компания, вам курьер домой принесет, вы вскройте, посмотрите, будет небольшая переплата. Ну, не скажите, там тысячи две, может быть, переплата. Ну, я думаю, что тысячи две переплатить, чем вообще не получить, и вообще лишиться всех денежных средств, да? Ну, в любом случае, дешевле, чем у нас здесь приобрести. Я хотел бы вернуться вот к вашей фразе о том, что пошла мода на различного рода... Ну, это обычно вот в Инстаграмах и так далее, да, вот, звучали буквально несколько, совершенно малое количество времени тому назад из уст первых лиц нашей республики о том, что предстоит борьба с незаконным бизнесом, да? Вот, ну, говорили тогда, вот, что будут зажимать тех бедных сидящих по уходу, которые тортики пекут и так далее, и так далее. Ну, вот, те же услуги косметологические, они зачастую вот не через интернет-магазины, не через сайты официальные какие-то, да, а вот через соцсети, через те источники, которые, ну, массово везде расположены. Вот там как не нарваться на, скажем так, там же лотерея буквально, то есть повезет, не повезет. Да, как правило, действительно правильно вы говорите, это вот в социальных сетях, вот в Инстаграме, ВКонтакте, очень распространенно, там множество магазинов, выбирают люди товар, отправляют деньги и ждут. Соответственно, проверить точно так же, только отзывы, ну, как говорится, это как лотерейный билет, потому что тут же страницу создали, две недельки поработали, либо месяц, насобирали деньги, обещаниями людей покормили, скоро отправим, доставка две-три недели, тем более мы в Якутске живем, сами знаете, как с Центральной Россией нам отправляют, не так быстро, соответственно, людей еще с других собирают деньги, пока работает магазин, потом в черный список добавляют, соответственно, человек уже не может оставить комментарий, что они мошенники или нет. Также просят отправить же на номер карты распространенные, наберите в строке поиска, в интернете, просто даже элементарно номер карты. Очень часто выходит то, что это там мошенник, не мошенник, ну, если нет ответа, то, ну, может быть, стоит попробовать. А что, есть списки, черные списки? Нет, просто люди сами, потребители оставляют на различных сайтах, да. Есть даже уже специальные сайты, чтобы каждый, любой желающий может ввести любой сайт, оставить свой отзыв о том, что это мошенники, прям даже номер карты, полностью персональная часть данных людей, кому отправили деньги, ну, чтобы больше никто им не отправлял. Это все как бы можно найти, постараться. Ну, а если нет никакой информации, то да, это действительно лотерейный билет. Если вы хотите очень по низкой цене приобрести, ну, будьте готовы к таким рискам. Кто не рискует, тот не пьет шампанское или там не получает посылку за в три раза меньшую цену. И все-таки вот к тому материалу, который наши коллеги сегодня опубликовали, с тем мошенником, который требовал предоплату за фрукты, там был список номеров, вот мошенники звонят вот с этих номеров, допустим. Но это же слегка нелогично, потому что, опять же, попользовался человек там месяц этим номером, заблокировал его, он попал в отстойник, потом попал в абсолютно честные руки через полгода, допустим. И уже будет висеть, скажем так, прошлого владельца. Вот этот аспект. Номера из отстойника брать, насколько рискованно? И как выяснить, он находился ли отстой или нет? Особенно вот эти красивые номера. Понял вопрос, Дмитрий. На самом деле номерной ресурс любого оператора связи, он ограничен. Он очень ограничен, и мы просто не имеем физической возможности каждому абоненту выдавать абсолютно новый, никогда никем не использованный номер. Ну, возможно, вы там, многие, я думаю, из телезрителей следят за новостями, что все-таки у нас рано или поздно именно номер сим-карты станет одним из идентификаторов личности человека. Ну, то есть идут же об этом сейчас в том числе и на правительственном уровне разговоры. Может быть, когда-то это будет. Может быть, тогда действительно как-то будет жестче контроль за номерной емкостью. Но сейчас мы просто физически не можем, если вы отказались сегодня от номера и выкинули, ну, перестали почему-то им пользоваться, мы не имеем возможности его не перепродать. Поэтому мы выдерживаем номер как минимум полгода. То есть полгода – это минимальный срок, который у нас номер находится в отстойнике. Соответственно, за эти полгода, ну, как правило, если даже человек был мошенником, звонки на этот номер прекращаются. То есть, соответственно, если вдруг человеку, который приобрел номер, ну, а может быть, приобрел красивый номер, на который не обязательно, кстати, мошеннические могут звонки поступать, но просто звонки, ну, контакты предыдущего владельца этого номера иногда могут на него перезванивать. Ну, мы всегда готовы пойти на встречу и провести замену номера, подобрав максимально похожий, если уж человеку вдруг приглянулось именно эта комбинация цифр. Ну, понятно, что это достоит ряд неудобств, скажем так. Сбербанку вопрос. Все-таки, раз уж коснулись темы персональных данных, да, обмениваются ли банки между собой, ну, в горизонталях, той информацией, которая, ну, при заполнении, допустим, кредитной заявки и так далее попадает в базу одного из банков, почему звонят из других банков и предлагают? Или это совершенно другие данные? Да, это совершенно другие данные, банки не обмениваются, есть бюро кредитных историй, база, да, где хранятся там различные данные, но если идет расследование по какому-то уголовному делу, то банки, в числе Сбербанк, конечно, сотрудничают и с мобильными операторами, и с правоохранительными органами для расследования инцидентов. То есть, последнее, вернее, промежуточное звено – это бюро кредитных историй, из которого информацию… Теоретически возможно ли, чтобы злоумышленники из бюро кредитных историй взломали и похитили данные? Теоретически? Я думаю, что нет, потому что наверняка система шифрования и прочая защита применяется, потому что эта система пользуется не только Сбербанк, а все банки и все финансовые институты страны, поэтому защита, я уверен, на уровне. А база номеров, она плавает где-нибудь? Назовем это базой номеров. Как представитель оператора, вы вообще допускаете теоретически такую возможность? Со стороны оператора нет. У нас, ну да, действительно, выявлялись случаи, когда недобросоверстные партнеры, скажем так, могли распространять информацию. Контент-инзит, скажем так. Но со стороны оператора у нас защита персональных данных находится на уровне не ниже банковского, поэтому мы этому уделяем очень большое внимание. Со стороны оператора утечка, конечно же, невозможна. Ну, остается подытожить, то есть, лишь от самого человека, от самого гражданина, зависит от его осведомленности, подготовки, от его интуиции, возможно, да, от его познания в определенной сфере, как обращение, будь то оно сделано через интернет, через мобильную связь, через другие каналы, несет ли оно себе потенциальную угрозу мошенничества. И вообще, вот эти виды мошенничества, которые осуществляются посредством интернета, различных интернет-сайтов, социальных сетей, смс-услуг, контент-менеджеров, там тоже могут быть мошенники, которые не предупреждают о том, что услуга платная, допустим, и это можно трактовать совершенно по-разному, да. И еще раз, повышайте свою грамотность. Только от вас, в первую очередь, дорогие бабушки и дедушки, только от вас зависит, правильно ли вы будете обращаться с теми данными, и носителем которых вы являетесь. Это и данные по банковской карте, это данные, персональные данные, это и различные другие данные, которые могут потенциально, попав в руки злоумышленников, послужить тому, что ваши сбережения, которые хранятся либо на банковском счете, либо на телефонном счете, либо где-нибудь еще, либо вы сами куда-то их отдадите. Будут целы. Увидимся.